Ситиков Абуталип Патихович родился в 1925 году в деревне Новомедведево Ильишевского района. Закончил 7 классов и трудился в колхозе. В 1942 году призвали на фронт. В Уфе 3 месяца находились, в пенсионном пункте. Потом нас отправили в Шолом, в Актюбинске. Прибыли в Актюбинске, там, значит, видать, это самое, ну, для разведшколы, что ли, или чего. Шестизначные цифры говорят, чтобы все правильно писать. Ну, я два раза ошибку сделал, значит, я отпал, туда не попал. Потом нас привезли в Татский логер, Оренбургская область, Чикавовская область. Там находился почти, так, месяц пехотной бригаде. Блин, даже ожили под проволокой, под колючей проволокой. Потом нас забрали учиться артиллерийской и инструментальной разведкой. Шесть месяцев проучились в тут же Тотском лагере, только шесть километров дальше эта школа была. Окончили. Так, в феврале, что ли, месяце нас отправили в запасный полок к Смоленскому, по Смоленскому. И оттуда на фронт. Абуталий Фатихович до сих пор не может забыть, как было страшно. Никто не знал, что будет завтра. Я ходил к командирую батареи раза три. Очень опасно. Снайперы. По снайперам прошел два раза. Которые перед только меня убрали, понимаешь, убили. Не пускают. Я ползком, да и где бегом все прошел. Один раз послали в штаб дивизии, в занесении, под вечер переправа. Переправа прошел, поднялся на гору, и тут налетели мистерсмиты немецкие. Давай бомбить. Бомблят, стреляют, машины идут, по машинам стреляют. Машина идет, на меня встречу. Я иду. Как поравнялись, понимаешь. Машина остановилась, дверь открывается, водитель, все. Копак, черепа нету. Вот у человека какой настырной реакции. Он уже ранен, понимаешь, ехал, машину остановил, а машина с грузом, с снарядами. А если в снаряд попал, то там, конечно, ничего не осталось бы. Вот такие вот страшные моменты бывают. Но молодого Абуталипа судьба уберегла. Он прошел войну без единого ранения. Я от этого спасся. Один раз в бляху попал, ну, сквозной, ну, мимоход, видать, это сам все прошел. А бывают случаи, когда затише, понимаешь, особенно летом. Один командир орудия лег на брусвере спать. Солнце пекет. Лег спать. Откуда-то выстрел-то не слышно было, разрыв это. Осколком у снаряда. Прям висок. И тут же все. Человек лежал, спал. И концерт дал. Бывает так и суси. Правда, в родную деревню Абуталип Патихович вернулся только через пять лет. Там уже после расформулирования нас попали в этот самый тяжелый танковый полок. И нас сразу, мы попали, сколько, 30 человек учиться на шофера. Вы учились на шофера. Я получил права сразу на машину. Еще один парень, остальные, значит, на колодках. Я все ездил, все проедел, короче говоря, все это пять лет на машине. После военные годы это тяжелое голодное время. Но Абуталип Патихович руки не опустил. Он поехал учиться. В МТС работал два года потом. В МТС тоже ликвидировали. Хрущев тут все это сами. Укрупнял. В районе один МТС остался. В 57-м году сюда переехал. В Нефтекамск. В Нефтекамск. Тогда еще хвоточка только, когда палатки были. Попал я в строительную организацию. В ДСР. Оттуда Абуталип Патихович ушел в Орлан нефть механиком. И проработал там до самой пенсии. Супруга тоже деревенская. Работала она в колхозе. Познакомились в 51-м году. В 50-м году. А в 51-м году поженились. С одной деревними, получается? С одной деревними, да. Вот с тех пор живем в 67-м год уже. А когда вы на войну уходили, вы знакомы уже были? Откуда? Нет, да? Что там знакомиться? Когда знакомиться? 17 лет. Тогда все. Шалей-вале ходили, все. Не думали даже. Девчонки ходили гулять-то. Когда началась война, Кашифи Аль-Мухамматовне было 14 лет. Она – труженик тыла. Вся работа в деревне легла на плечи детей и женщин. И косили, и убирали, сжали. Все, все, что надо. Все ели, копали. Тогда же все мужики войну забрали. Остались дети за одни женщины, старушки. Все на наших плечах было. Все мы на работе. Вверху на лошадах приехали нам. И сказали, война началась. Я не могу отсутить. Понят? Все мы плакали. Все бросили, все лопаться бросили. Нам уже там митинги ситалили, что надо делать, что надо. Все вот так и война началась. А потом уж привыкаешь ведь. Все привыкли и ждали, когда война кончится. Когда война кончилась уж в 45-м. Потому что опять мы на работе были, все работу бросили, все побежали в кусь. Митинги нам ситали, война кончилась, танцевали, плясали, пили. Такой был день хороший. Такая радость была уже. Ну, деревня уж деревня есть, деревня. После войны тоже так же поднимать, что надо, страну-то. Все делали. Вот в 57-м году уж мы сюда приехали. В 51-м поженились, жили кое-как. У него ничего нет. У меня ничего нет. Как говорится, дети уж живешь, так появится. Двое девчонок были сюда, когда приехали. Николай, не дворак. Как говорится, они в деревне жили вот так. Сюда приехали. Пока квартиру, квартиру жили. Ну, долго не пришлось нам на квартиру жить. Полтора месяца только жили в Кассиево, вот на бабушке. А потом нам дали незастроенную квартиру. Сами уж достроили. Такой был тогда уже радость. Ну, тут уж сказать нечего. Уже счастье у нас началось. У Ситиковых очень большая и дружная семья. Трое детей, пять внуков и одиннадцать правнуков. Они их счастье, смысл жизни. Казахстан. Сout Quandинда. Казахстан. Где мы уже,before мы cupboard.